Советский МиГ-29 Против западного Ф-16 Мы сравнили два самых популярных в мире истребителя Советские, а потом российские уже системы, авионика не конкурент абсолютно американским западным Что у них схожего и в чем принципиальная разница? Это многоцелевой самолет, который может работать по воздушным целям И как Ф-16 может помочь ВСУ в войне с российским агрессором Наш эксклюзив с действующим украинским пилотом Не успели утихнуть страсти вокруг танковой коалиции Как в мире уже начались дискуссии о предоставлении украинским пилотам Вместо морально и физически устаревших МиГов новых современных крыльев А вместе с ними и новых возможностей в украинском небе Чаще всего вспоминают об Ф-16 Итак, будем разбираться, что это за птица такая Соревнования в воздухе С момента появления этих двух самолетов в мире продолжаются споры Какой из них лучше, представитель западной конструкторской школы Ф-16 Или детище советских конструкторов Небесный страж постсоциалистических стран МиГ-29 На первый взгляд обе машины очень похожи и по габаритам, и по летным характеристикам Оба самолета относятся к легкому классу машин МиГ-29 без топлива и вооружения весит 11 тонн Ф-16 немного легче 9,5 Скорость почти одинакова 2450 км в час у МиГ-29 против 2410 у Ф-16 Максимальная высота для обеих машин одинакова 18 км По радиусу действия без дополнительных топливных баков Преимущество за советской машиной 700 км против 500 у американцев Очевидно, что по некоторым параметрам МиГ-29 даже превосходит Ф-16 Но важно ли это в воздушном бою? Ведь главная функция обоих самолетов именно воевать Отличить обе машины можно с первого взгляда Вот Ф-16 сзади А это советская машина с того же ракурса МиГ-29 весит больше американца именно потому, что в нем не один, а два двигателя А соответственно и вдвое больше работы для аэродромных мотористов Военный аналитик из Израиля, уже десятилетиями эксплуатирующий Ф-16 страны Игорь Левин говорит, несмотря на все усилия В СССР в свое время так и не смогли сделать двигатель для легкого истребителя И не только двигатель В СССР пришлось искать костыли Пришлось искать откат костыли Для того, чтобы можно было подогнать характеристики этих машин Вот западным аналогом И это касается не только двигателя Вообще всех решений, даже конструкционных Ну, например, кабина Если мы посмотрим на кабину Ф-16 Вот Остекление как бы фонаря Да Оно полностью, как колпак стеклянное Без переплета И на этом различия только начинаются Вот две цифры Всего было произведено около 1600 мигов всех модификаций А Ф-16 их поставили на крыло почти втрое больше 4600 Ф-16 находится на вооружении в 27 странах мира А это огромный опыт как эксплуатации, так и боевого применения И если поначалу Ф-16 и МиГ-29 были в чем-то похожи То дальше американцы с каждой модификацией совершенствовались А МиГи начали отставать в развитии Советские, а потом российские уже системы Авионика не конкурент абсолютно американским, западным И конечно же на инклавиатуре вооружений Те ракеты, которые могут работать по наземным целям Ну, кстати, вот хороший пример Это вот у нас 88-е ХАРМ-ракеты антирадарные Вот хороший пример, действительно хорошая западная система Ракеты, которые уничтожают радары и всевозможные ПВО Преимущество западных образцов как раз в качестве и количестве вооружения Создаваемого именно для применения с Ф-16 Это многоцелевой самолет, который может работать по воздушным целям А воздушные цели это у нас самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, БПЛА врага, а также дроны Камикадзе И плюс он работает по наземным целям Способен эффективно уничтожать вражескую технику, работать по взводным, ротным опорным пунктам, складам боеприпасов В зависимости от того, какой тип вооружения на нем будет установлен И это вооружение будет лететь точно и лететь, что главное, далеко Потому сейчас Ф-16 трудно назвать истребителем Он один может выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и даже морского охотника Об этом в эксклюзивном интервью рассказал действующий пилот воздушных сил Украины Это могут быть противокорабельные гарпуны, те же гарпуны, которые применяются с морских платформ или береговых платформ Их также можно и с истребителя пускать, это предоставляет гораздо больше возможностей Это более гибко, поскольку ты можешь их применять в любой точке твоего театра боевых действий Для сравнения, береговые батареи ракет «Гарпун», например, в районе Одессы перекрывают только юго-западную часть Черного моря В то же время, как пара Ф-16, даже не приближаясь к временно оккупированному Крыму, может контролировать большую часть всего моря Фактически закрыть Черноморский флот России в Новороссийской базе И ни о каких десантных операциях россияне могут уже не мечтать Но, конечно, два самолета даже сверхсовременных погоды на фронте не делают Так что дальше разберемся, сколько нам их нужно и на какое минимальное количество мы можем рассчитывать Еще по расчетам мирного времени Украине требовалось 5 бригад тактической авиации Это 180 боевых самолетов Конечно, вооружение 5 бригад современными самолетами – процесс очень и очень длительный Так что будем говорить о минимальном количестве Для выполнения боевого задания требуется пара истребителей Вторая пара при этом находится в резерве и готова прийти на помощь первой Третья пара самолетов охраняет свой аэродром – это уже 6 самолетов Но на боевое задание может вылетать и две пары – это уже 8 Кроме того, несколько самолетов в подразделении могут находиться на техническом обслуживании Так что речь идет по меньшей мере об одной эскадрилье – 12 самолетов Юрий Игнат говорит, еще лучше получить не одну, а две-три эскадрильи Но просто так предоставить даже 12 F-16 невозможно Западная техника эксплуатируется по другим правилам, чем Миги и Су Нам нужно готовить аэродромную инфраструктуру, а это уже делается Министерство инфраструктуры привлечено к этой работе и делают те полосы, которые без проблем способны будут принимать такие самолеты, как F-16 Потому что западная техника очень требовательна именно к покрытию взлетно-посадочных полос Но подготовить аэродромы – это только начало Командиров нужно научить новым тактическим приемам, техникам, тонкостям ремонта и обслуживания А пилотов – летать и уничтожать воздушные, наземные и морские цели Действующий пилот воздушных сил Украины Джуз говорит, летать на F-16 нетрудно Опытный пилот научится за неделю, но воевать другое дело, здесь подготовка займет несколько месяцев Если, грубо говоря, ограничиться только истребительными задачами, то это может быть гипотетически пару месяцев Если мы хотим применить эту платформу по полной программе для всех наших задач, то это немного дольше будет Но можно будет комбинировать, например, одни учатся для базовых задач, но быстро, другие дольше, но по полной программе Но пока неизвестна даже модель будущих крыльев для украинских пилотов F-16 – это лишь самый вероятный вариант, как один из самых массовых и приспособленных для современной войны самолетов Несмотря на эту неопределенность, украинские пилоты уже изучают F-16 и готовятся Пригодились даже общедоступные компьютерные симуляторы полетов Ознакомиться с кабиной, с приборами, с режимами работы того же радара, с ракетами и так далее Даже на таком базовом уровне это очень полезно и, как минимум, это очень мотивирует То есть ребята впервые сели за симулятор, увидели Вау, да это же крутая штука Но полноценные учебные полеты могут начаться только тогда, когда станет ясно, действительно ли мы получим самолеты И какую именно модель и модификацию Иган Левин считает, что авиационный лент-лист для Украины – вопрос решенный Никак и с танками, это просто, в конечном итоге, вопрос времени Это не вопрос «да-нет», это вопрос «да» и «когда» В воздушных силах ожидают решение о самолетах уже в этом месяце Вопрос о предоставлении Украине самолетов он не умолкает никогда И постоянно есть группы людей, которые занимаются этим на разных уровнях и в разных государствах И в частности в Соединенных Штатах, являющихся производителем этого самолета Мы слышали заявления наших политических лидеров о том, что следующий «Рамштайн» будет авиационным Вот, возможно, приближающийся «Рамштайн», который будет в феврале И даст нам ответы на эти вопросы, когда, в конце концов, мы можем получить эту технику И пока что это оптимистичный прогноз, так что с учетом времени на подготовку пилотов и техников Первый F-16, если и появится в украинском небе, то не раньше конца весны Но главное, что процесс уже идет И украинские асы внимательно присматриваются к американским машинам Павел Васильев, специально для марафона на канале Freedom Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин